Всем привет, ребята! Это Алена. Сегодня мы с вами говорим про гениальные техники управления своим гневом. Напоминаю, здесь про здоровье 30+, и все, что с ним связано. Так вот, сегодня мы про гнев говорим, и иногда мы можем обозначить себя как какого-то гневливого, ужасного человека, который делает какие-то бедламские вещи, которыми сложно управлять. И кто такие тираны в основе своего поведения, в основе своего состояния? Очень часто это обычные люди, у которых есть проблема с дофамином и с серотонином. И у них бывает холерический такой темперамент. И вот такие моменты, они действительно бывают с собой плохо управляют. Если по нутрицептикам питанию, там всегда идет дофамин, проблема метилирования, проблемы железодефицита, проблемы энергодефицита, то есть там страдает и митохондриальная бывает дисфункция. Но об этом я вам не буду сегодня говорить, это другая история. Бывает это накопление тяжелых металлов, дефицитарные состояния. И человек от этого испытывает вплоть до агрессии. Человек с иммуносюпрессией, он думаете не испытывает агрессию? Еще какую. Что происходит действительно в отношениях, если вы чувствуете, что вы попали в какой-то гневный, дурацкий остров, и действительно это уже вам вредит. Вы уже просто устали от этого всего. Во многих случаях в спокойном состоянии очень важно научиться заявлять о своем решении, прекратив гневаться. И для себя очень важно понять, что с вами работает, какая система наказания, какая система подкрепления, какие упражнения работать. И это очень важно сделать. О чем я? Когда вы в разгаре какой-то гневливой тирании, можете огрызаться, можете бодаться, можете матом ругаться, во многих случаях важно перестать запрещать себе какой-либо гнев. Гнев, который вы раньше запрещали, который просто у вас был, и вы просто вообще находились с этим гневом. Почему именно быть гневливым тираном плохо для вас? Потому что когда вы в этом состоянии, ничего хорошего вокруг не происходит. Во-первых, вы рушите, в этот момент можете рушить семейные отношения, рабочий бизнес. И вам нужно понимать, что это вредит в долгосрочной перспективе вам же. Если вы научились подлавливать себя на этой фишке, о том, что все, это вот сейчас вот этот, как я говорю, глутамат пошел во мне, то, соответственно, здесь мы понимаем, что нужно работать со способами, хотел сказать, отвода аммиака, снижения глутаминовой активности. Но это про нутрициологию вам слишком долго объяснять. По-простому, короче, ребят, если вам плохо, нужно найти любые способы снижения ваших таких моментов. И здесь подходит зарядка, физкультура, бег, кричание, пение, орание. Какая разница, каким способом вы пользуетесь, чтобы снизить проявление тех чувств и не перевести это все на отношения, на бумагу, на бизнес, на что-то, что вы выбирали. И другой момент, очень-очень важно выписать для себя те подкрепляющие моменты, которые вам дают ваши отношения с партнером, ваш бизнес. И когда вам плохо, говорите о том, что ты же мой сладенький, ты же мой хороший, и успокойся, ты помнишь, какой у тебя партнер хороший. И выгоды взаимоотношений с этим партнером находиться в этом бизнесе. Это очень важно помнить моменты гнева, потому что, когда вы в гневе, вам сложно собой управлять. И здесь мы говорим, что важно делать. Во-первых, выводить избыток энергии любым способом. Физической культурой, расслабляющим чаем, психотерапией, следить за уровень стресса в течение дня, за уровнем своей нагрузки. Когда вы перегружены, на следующий день вы не сможете. И, соответственно, вот эта агрессия бывает из-за того, что человек перегружен чем-то. И освоить формулу ненасильственного общения для выражения своих потребностей я вам рекомендую. Потому что, когда вы насильно что-то, об этом я говорила в отдельном видео, когда вы что-то насильно кого-то обвиняете, выражаете что-то не так, то ваше тело вам же напоминает о том, что вообще какой-то нулевой ресурс. И нужно уметь свои потребности закрывать. Вы можете гневаться не только по причине питания, движения, дефицита, реализации, там еще чего-то. Иногда так складываются в организме обстоятельства, что там дофамин снижается или еще что-то. И вы начинаете заходить в тупик агрессии. Кстати, про депрессию и агрессию. Люди, у которых вот они такие яркие, гневливые, они вообще по барабану в большинстве случаев. Они очень быстро себе находят какие-то развлечения. Они любят есть какую-то еду такую острую, дофаминовую, с мясом. В общем, любят, чтобы все было вот по их. И когда у них какое-то раздражение, они могут наорать как-то быстро, что-то выругаться. А потом вроде бы как бы прийти в себя или не прийти в себя. В общем, у них есть избыток энергии. И этот избыток энергии они вот так проявляют. Поэтому, ребята, пишите вопросы про то, что в разгаре вот этой тирании происходит, вам расскажу.